Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы продолжаем проект «Спрашивали, отвечаем». Наш очередной выпуск посвящен профессии генеральный директор. Мы с вами сегодня обсудим вопросы, как правильно вступить в должность, как выстраивать отношения с окружением, с собственниками, с подчиненными, и самое главное в конечном итоге, как стать успешным директором. Итак, приступим. Вас назначили директором. Первое. Кто представит вас коллективу? Предшественник или собственник? От этого зависит, как воспринят вас человек, как нового руководителя. Второе. Это ваша трудная речь. Она должна вселить уверенность в коллектив, что никаких резких изменений в работе не произойдет, и отныне все находится в ваших надежных руках. Третье. Необходимо уведомить о вашем назначении государственные органы, банки и ваших любимых партнеров. Четвертое. Необходимо составить подробный акт приема передачи дел при смене директора, куда следует включить все, начиная с перечня активов, основные документы, печати и даже ключи от вашего будущего кабинета. Пятое. Первые дни работы я рекомендую вам проверить следующие важные документы. Это устав, учредительный договор, бухгалтерскую отчетность, состояние клиентской базы и так далее. Возможно, у вас появятся вопросы к предшественнику, и тогда в первые же дни он сможет вам дать пояснение, что у него было не так. И последнее. Обязательно введите в действие, если это еще не было сделано до вас, основные регламенты, такие как положение об учетной политике, договорной работе, бюджетирование, оплате труда и так далее. Это позволит вам упорядочить всю будущую работу в компанию и одновременно своевременно и строго спрашивать подчиненных выполнение их основных обязанностей. Следующий вопрос. Что нужно знать директору о финансах, маркетинге, продажах, бухгучете и так далее для грамотного управления своими непосредственными подчиненными и функциональными заместителями? Понятно, что структура предприятия бывает достаточно сложным, но тем не менее, как правило, можно выделить отдельные направления, которыми руководят ваши функциональные заместители. Таких заместителей может быть до 12 различных направлений. Тем не менее, вы всех этих подчиненных должны уметь контролировать, ставить им задачи и спрашивать их исполнение. Рассмотрим пример взаимоотношений директора и главного бухгалтера. Вам, как руководителю, нужно хорошо понимать структуру баланса, систему налогообложения, принципы взаимодействия с налоговой инспекцией, знать план счетов предприятия, для того, чтобы вы могли на профессиональном языке разговаривать с вашим главным бухгалтером. Более того, это избавит вас от возможного запугивания со стороны бухгалтерии, невозможностью проведения каких-то операций и тому подобных вещей. Ну и главное учтите, что, как правило, у рядовых бухгалтеров не очень высокая зарплата, но весьма большая стоимость их ошибки. Поэтому не забывайте заходить в это подразделение и говорить хорошие слова вашим замечательным сотрудницам. Это не только улучшит им настроение, но и увеличит производительность их скромного управленческого труда. Из всего этого напрашивается вывод, что генеральный директор любого предприятия должен быть специалистом в довольно многих областях. Юридическое, производственно-техническое, экономическое, финансовое и маркетинговое. Ну и в то же время он должен обладать глубокими знаниями и навыками в области психологии и менеджмента. Потому что без знания психологии вам трудно будет управлять коллективом компании. Я советую сразу после вступления в должность проанализировать возможность возникновения следующих рисков. Это, прежде всего, риски утраты основных активов, неисполнение обязательств контрагентами, это имеется в виду дебиторская и кредиторская задолженность, судебное оспаривание наиболее крупных сделок компании, выполнение предписаний государственных органов, своевременности расчета с персоналом, с бюджетом и так далее. Если все эти обязательства выполняются, то советую вам обратить внимание на делегирование ответственности как на часть личной безопасности. Для этого необходимую часть ответственности разделить своими непосредственными подчиненными и заместителями. Например, технический директор руководит деятельностью технической службы и несет ответственность за исправность оборудования, за технику безопасности, за пожарную безопасность и так далее. Главный бухгалтер отвечает в компании за достоверность бухгалтерского учета, организует внутренний контроль использования материальных и финансовых ресурсов предприятия. Далее советую вам использовать делегирование ответственности как элемент личной безопасности. То есть вы можете часть своей ответственности поделить со своими непосредственными подчиненными и заместителями. Ну так, например, главный инженер, руководя деятельность технической службы может по вашему приказу или распоряжению нести ответственность за исправность оборудования, за технику безопасности, за пожарную безопасность и так далее. На главного бухгалтера вы, естественно, возложите ответственность за достоверность бухгалтерского учета, за организацию внутреннего контроля, использование материальных и финансовых ресурсов предприятия. Кадровик или директор по персоналу, безусловно, будет нести вместе с вами ответственность за выполнение трудового кодекса. При этом вы можете поручить ему подписывать приказы на прием и увольнение, отпуск, трудовые договора. Соответственно, его ответственность, она будет уже заложена в тех документах, которые он подписывает. Ну и самое главное, все договора, которые вы будете подписывать, старайтесь предварительно визировать у непосредственно исполнителя, его начальника, бухгалтера, финансиста и вашего юриста. Тогда при каких-то ситуациях, когда эти договора будут исполняться не так, как хотелось бы, ответственность за их выполнение будет поделена между всеми подписантами. Далее мы перейдем с вами к простым способам контроля над рисками возглавляемой вами организации. Безусловно, любой бизнес связан с теми или иными, как говорят, производственно-хозяйственными рисками. И хотя риск – это благородное дело, как говорит народная поговорка, но попробуем все же подстраховаться. Есть довольно простые способы контроля за текущими рисками в организации. И в первую очередь рисками исполнения или неисполнения тех или иных важных поручений, обязательств или каких-то других вопросов, которые необходимо выполнить к определенному сроку и которые вы поручаете своим подчиненным. Для этого я вам рекомендую завести контрольный журнал исполнения ваших поручений у вашего секретаря или помощника с тем, чтобы вы как бы в суете, в текучке не забыли, а ваш помощник поможет вам напомнить, вовремя спросить с ваших подчиненных, заместителей те вопросы, которые вы им поручили накануне. Также я бы рекомендовал ввести приказом график совещаний по основным оперативным вопросам, на которые бы ежедневно или еженедельно ваши подчиненные или заместители приходили со своими профильными докладами и вы узнавали бы из первых рук регулярно текущую обстановку как на предприятии, так и за его пределами. Ну и одновременно следует, наверное, установить перечень внутренней управленческой отчетности для ответственных лиц, которая бы к вам поступала, может быть, по электронной почте, и вы могли бы ознакомливаться с текущей ситуацией, как говорится, в режиме онлайн. Ну, например, что я имею в виду? Допустим, ваш финансист или заместитель по экономике может вполне ежедневно вам докладывать о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности. В то же время на него следует возложить контроль за своевременностью исполнения таких обязательных платежей, как уплата налогов, выплата заработной платы, погашение кредитов и других каких-то важных обязательств. Ну и самое главное, ваш заместитель по экономике или финансовый директор должен составлять бюджет и следить за своевременной отчетностью по его выполнению всеми подразделениями предприятия. Такими простыми средствами, такими, в общем-то, известными инструментами вы сможете осуществлять вполне достаточный и комплексный контроль за работой всего предприятия и отдельных его сотрудников. Ну и в итоге можно сказать, что подобная методика наверняка исключит в случае вашей несвоевременной реакции на внешние и внутренние угрозы для возглавляемой вами компании. Следующий вопрос, который наверняка будет волновать каждого руководителя, это когда к директору могут быть предъявлены взыскания убытки компании. И каковы критерии неразумного или недобросовестного поведения руководителя? Ну, прежде всего, надо сказать, что не надо забывать о том, что директор – это не полновластный хозяин компании, а наемный работник, выполняющий определенные обязанности. Проверить вашу работу как руководителя имеет право ревизионная комиссия, назначенный куратор из числа членов социальных директоров, служба собственной безопасности и так далее. И самое главное, по результатам этой проверки на сегодняшний день вполне можно по действующему законодательству взыскать убытки с директора, если он действовал некомпетентно или только ради собственной выгоды. Рассмотрим, в каких случаях это может произойти. Ну, первое, я уже сказал, если директор действовал только ради своей выгоды и игнорировал интересы предприятия. Например, производил выплаты работникам предприятия с нарушением внутренних документов, предоставлял им материальные блага за счет компании, которая не предусмотрена трудовым или коллективным договором, выводил из компании деньги или имущество без одобрения собственника или из-за бездействия руководителя компания не получила полагающиеся ей средства или имущества. Ну, может быть даже такой случай, что общество было привлечено к какой-то административной ответственности по вине директора, например, по решению каких-то государственных органов. Поэтому, дорогие директора, будьте благоразумны, действуйте в строгом соответствии с вашими обязанностями, прописанными в контракте с работодателем, ну и, естественно, в соответствии с действующим законодательством. И тогда, я надеюсь, подобные неприятности вас обойдут стороной. Конечно, директор не может в одиночку выполнять всю работу в компанию, поэтому следующий вопрос – как выполнять всю работу чужими руками? И такая своеобразная концепция – ленивый директор. Ну, в первую очередь, чтобы быть настоящим руководителем, на мой взгляд, надо грамотно уметь делать хотя бы три вещи. Первое – это ставить цели. Второе – организовывать людей для достижения этих целей. И третье – своевременно корректировать генеральную линию с учетом текущих изменений ситуации. Ну и самое главное – не забывать, что выполнение поставленных задач происходит со значительной временной задержкой между тем, когда вы даете поручение, и тогда, когда вы получаете результат по его исполнению. Я бы в качестве примера привел такой рабочий день, как я бы сказал, по концепции ленивого директора, поскольку смысл этой концепции заключается в том, что искусство руководителя – это не искусство решения задач как таковых, а это, прежде всего, искусство их постановки. Поэтому в первую очередь, когда вы приходите на работу, вам нужно решить вопросы по постановке задач своим подчиненным, с тем, чтобы вы уже по завершении рабочего дня или какого-то другого периода получили внятные, грамотные отчеты об их исполнении. В первую очередь, вы знакомитесь с текущей ситуацией в компании, просматриваете почту, ставите задачу своим непосредственным подчиненным и заместителям, и одновременно на утреннем оперативном совещании ваши коллеги докладывают текущую ситуацию. Например, финансовый директор докладывает текущее финансовое положение компании. В первую половину дня вы самостоятельно выполняете только те задачи, которые невозможно или нежелательно диригировать коллегам, отвечаете на электронные письма, сообщения, ну, далее, как обычно, традиционный обед. Во второй половине дня вы начинаете принимать отчеты о проделанной работе. Проводите одно или два серьезных совещания по каким-то важным перспективным стратегическим вопросам. Встречаетесь с партнерами. Ну и, наконец, в завершении рабочего дня, наконец-то ваши коллеги докладывают об успешном выполнении поставленных утром задач. Вы смотрите эти отчеты или в электронном виде, или они докладывают вам лично. Подписываете документы, которые накопились за год, которые требуют вашей непосредственной резолюции. И, таким образом, большая часть работы, выполненная за день, выполнена с вашей подачи вашими подчиненными. Ну и какие-то особо важные и нужные для вас вопросы вы сделали сами. Таким образом, вы нигде не попадаете в цейтнот и, с другой стороны, вполне успешно контролируете ситуацию в компании. Восьмой вопрос. Как объединить персонала компании в единое целое? Потому что рецепт успеха – это, в первую очередь, ваша сплоченная команда. Доктор Ицхак Калденон-Адизис утверждает, что идеальный руководитель, способный одинаково хорошо справляться со всеми видами разнообразной управленческой деятельности – это миф, причем миф вредный, поскольку он препятствует правлению реальных управленческих талантов, которым обладают менеджеры. Думаю, что рецепт успеха любого предприятия – это, в первую очередь, сплоченная команда. Из своего многолетнего опыта скажу, что все зависит не только от уровня профессиональной подготовки директора и его коллег, но и от того, как складываются взаимоотношения между ними. Важно, как распределяются их обязанности, совместно ли вырабатываются управленческие решения, находят ли они единые подходы к анализу и оценке деятельности предприятия или тех или иных ситуаций. Чтобы объединить персонал компании в единое целое, в первую очередь, необходимо отношение взаимного доверия и уважения, как, собственно, и положено людям высокой квалификации, должной культуры и воспитания. В таком случае каждый знает цену друг другу, поддерживает инициативу и любые действия, оказывает содействие и помощь. В таких условиях предприятие работает спокойно и уверенно, с высоким, как говорят, коэффициентом полезного действия. Желаю вам, уважаемые господа, легкой и слаженной работы во главе сплоченной команды профессионалов. Это и есть главный секрет успеха генерального директора. На этом наш выпуск подошел к концу. Спрашивайте, отвечаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова